Привет, друзья! Давайте сегодня приготовим вкусный семейный ужин. Предлагаю приготовить ароматную чесночную курочку-гриль и фаршированный запеченный картофель. А помогать в сегодняшнем выпуске мне будет аэрогриль от BQ. Бренд BQ – это крупный российский производитель бытовой техники и электроники. Несмотря на свои компактные размеры, аэрогриль – это отличный помощник на кухне, который позволит вам накормить свою семью не только вкусно, но и с заботой о вашем здоровье. Печеные блюда намного полезнее жареных, а благодаря специальному покрытию Non-Stick Pro у чаши и решетки это можно делать с минимальным количеством масла или не добавлять его вовсе, если вам этого не хочется. Ну а о всех прелестях этого аэрогриля я буду рассказывать по ходу приготовления, а пока займемся подготовкой и мариновкой курицы. У меня сегодня вот такой отличный цыпленок, и наша с вами задача – подготовить его для маринования. Нужно убрать все части, которые могут подгорать или, в принципе, не нужны в данном случае. Переворачиваю на спинку, убираю излишки кожи и вырезаю хребет у курицы и подрезаю излишки жира. Также во время запекания могут подгорать тонкие фаланги, поэтому их тоже убираю. Это не значит, что все, что мы с вами отрезали, нужно выбросить, сохранить это в морозилке и использовать для приготовления бульона. Мы же можем подмариновать курицу. Как я и говорил, я сегодня хочу приготовить ароматную чесночную курочку, но самым финишным чесночным маслом я буду покрывать ее буквально за 5 минут до конца приготовления. А пока замариную в достаточно нейтральных специях, скорее, чтобы просто подчеркнуть вкус курицы, но никак не сделать их основным акцентом. Буду использовать черный молотый перец и копченую паприку, немного лукового порошка и еще немного сушеного чеснока. И, разумеется, курицу нужно посолить. Как я уже и говорил, запекать в аэрогриле можно с минимальным количеством масла, поэтому добавляю буквально пол столовой ложки, просто чтобы специи лучше прилипли к курице и раскрыли свой аромат. Совсем чуть-чуть. И обильно со всех сторон натираем курицу специями. И для того, чтобы курица промариновалась, оставляем ее поставить в комнатной температуре в течение 40 минут. Этого времени нам хватит для того, чтобы запечь картофель в мундире, для того, чтобы потом разрезать его на половинке и сделать из него ароматные фаршированные лодочки. Поэтому просто заворачиваю в фольгу и отправляю запекаться в аэрогриль. Как раз ровно на 40 минут, что и маринуется курица. Если вы обратили внимание, то управление аэрогрилем происходит максимально легко. Справится даже ребенок. Эти аэрогриль оснащен интерактивным дисплеем с сенсорным управлением. Шесть автоматических программ и возможность в ручном режиме регулировать температуру и время. А подсказка, размещенная на верхней панели аэрогриля, всегда будет у вас перед глазами, и вы точно будете знать, при какой температуре запекать курицу, рыбу, мясо или картофель. А главное, на какое время отправить их запекаться. И картофель готов. Благодаря мощности в 1400 ватт и правильной циркуляции воздуха, за 40 минут картофель полностью готов внутри. Мы же с вами можем отправить запекаться курицу. Как видите, большой объем чаши в 8 литров позволяет засунуть ее туда полностью. И вы с легкостью приготовите даже большое блюдо для всей семьи. Включаем режим курицы и выставляю таймер на 30 минут. И благодаря удобному смотровому окну вы можете наблюдать за процессом и ее приготовления. У нас же с вами есть полчаса для того, чтобы подготовить начинку для картофеля и нафаршировать его для повторного запекания. Но первым делом разрежу его наполовинки. Картофель внутри полностью готов. Для фарширования картофеля я буду использовать достаточно стандартные ингредиенты. Свежий укроп, небольшое количество сливочного масла, немного тертого сыра и самое главное, для аромата нарежу мелко колбаску. Ее можно нарезать прям небольшими кусочками. Немного свежего укропа и небольшой кусочек сыра на крупной терке. И теперь наша с вами задача извлечь центральную часть картофеля и добавить ее к начинке. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить внешнюю кожуру и оставить форму лодочки. Удобнее всего для этого использовать обычную столовую ложку. И пока картофель горячий, отправляем туда небольшой кусочек сливочного масла, щепотку соли и все хорошо перемешиваем. И немного посолить. Это уже очень вкусно, что хочется съесть это прямо так. Но как вы уже, наверное, догадались, полученной смесью мы нафаршируем обратно наши картофельные лодочки и не жалеем начинки. Шикарные, красивые картофельные лодочки. К этому моменту комната уже наполняется ароматами запеченной курицы. Все, что нам с вами осталось, это подготовить вкусное чесночное масло. Для этого небольшое количество растительного масла достаточно выдавить всего лишь 3-4 зубчика чеснока. Здесь у меня буквально 1 столовая ложка. И сюда отправляю чеснок. Смажьте таким чесночным маслом вашу курицу буквально за 5-7 минут до конца приготовления и вы получите невероятный аромат курицы-гриль с чесноком. Вы только посмотрите, какая ароматная румяная корочка. Ну просто красота! Не теряя времени, смазываем ее чесночным маслом и отправляем допечься еще буквально на 5 минут. И сразу начинается запах чеснока. Готово! Курица пахнет просто невероятным! Ну как любому мясу, дайте ей хотя бы 5-7 минут отдохнуть для того, чтобы соки внутри успокоились, перераспределились, вся курица стала сочной и те самые соки не вытекали при первом же разрезе. А этого времени нам как раз хватит для того, чтобы подзапечь картофельные лодочки. Даже по ножке видно, что мясо уже отходит от гостей. Мы же плотно укладываем картофель. И опять все легко поместилось. Друзья, вот такой шикарный ужин для всей семьи у нас с вами получился. С аэрогрилем от BQ готовить легко и быстро. А самое главное, что он поможет вам сэкономить ваши деньги, потому что может заменить сразу несколько видов техники. Посмотреть весь огромный ассортимент бренда BQ можно на их официальной странице в Озон. Там собраны самые лучшие цены, а также на их официальном сайте. Все ссылочки я оставлю в описании. Обязательно переходите, ознакомливайтесь, и вы наверняка найдете себе что-то по вкусу и бюджету. Ну а нам с вами остается это все только попробовать. Давайте начнем с нашего невероятного картофеля. Потому что он невероятно вкусный. Ну и конечно же сочная ароматная курица. И даже в толстой части грудка полностью готова. Посмотрите, какая сочная. До скорых встреч, друзья. Пока-пока. 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 Продолжение следует...